вы делаете какую-то специальную скажем технику и после этого получается результат да то есть вы каким-то образом влияете на биоэнергетическое состояние самого бизнеса и те люди у которых как бы проблемы какие-то в этой сфере или области они начинают ощущать ваш положительный результат от вашего да сначала сначала владимир делается как бы сначала идет ведется диагностика так то есть есть ли какой-то вот негативный энергетический посыл да то есть неважно там у кого-то на семью у кого-то на бизнес у кого-то там это вы доме чего чего какой магический инструмент вы используете это энергетический плюс еще карты тоже энергетический то есть вы вы чувствуете человека с проблемами да 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 ну то есть как бы какие у него тоже самое то есть материальные те же ну то есть как бы проблемы если у кого-то то есть вот у меня вчера тоже была женщина на получается ну ведет бизнес у нее как сеть магазинов продуктовых тоже то есть как бы есть свои тоже нюансы есть конкуренты есть как бы недоброжелатели и то есть человеку как бы нужно обязательно чистка потом вот как защиту нужно поставить но если бизнес не идет значит просто толчок вот именно по бизнесу удачу подтолкнуть понятно хорошо а вот скажите пожалуйста вот есть такое понятие ненамеренно причиненное зло или сглаз да это сглаз да скажите на это немножечко ну то есть вот я в прошлый раз раз говорила что сглаз может быть сам непроизвольным люди даже не зная что они сглазливые могут это причину это сделать да но очень много людей которые даже бывает такое что вот ну зная некоторые эти моменты тоже могут просто знаю свой уже как бы на протяжении многих лет знают что не могут сглаживать до человека то есть просто так вот ни о чем просто будет ой какой-то красивый там какой-то вообще у тебя все так классно все хорошо специально нечаянно они это делать есть 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 категории людей которые нечаянно есть категория которые уже себя зная они то есть знаю свою вот эту тяжелую энергетику они как бы целенаправленно типа желая хорошего такое как бы позитивчик такой но в результате получается на следующий день человек вот именно слегает то есть ну что-то кто-то болеет кто-то там рухнет что-то или куда-то какая-то поездка намеренная она не прыгну как бы человек куда не едет и сглаз может быть разные очень разный и может такое даже быть что у человека просто сглазили и в результате человек свечу может конкретно вплоть до того что до летального исхода хорошо что же такое порча если сглаз это не сознательное действие но вполне ощутимое иногда имеющие достаточно серьезные последствия то что же такое порча расскажите порча это целенаправленная как бы конкретно заложенная информация да человек воздействует это целенаправленно осознавая все то что он делает вот у меня есть сейчас смс от веры страусовой из архангельска нас слушает по всему миру сейчас слушать примерно 10 тысяч человек и вера спрашивает вот скажите пожалуйста инесса если вот ситуация такого плана произошла она шла по улице встретила бабушку которая несла две большие тяжелые сумки она хотела и помочь и сказала давайте я вам поднесу сумки а та начала не ругаться матом кричать на нее и говорит уходи прочь а потом она почувствовала себя плохо упала с лестницы ударилась и поругалась с друзьями и вот такое все это тоже может быть как порча или это сглаз скорее или вообще что это такое здесь в этой ситуации как как же зовут женщину как англичка вера вера у нее ситуация просто у женщины черный глаз просто нехороший глаз она своим как проклятием как своим языком на то есть как бы можно сказать наслала на нее вот эту неприятность и вот что что эти две стороны хотела помочь нужно есть не снять просто эту информацию вот и все понятно вот человек может самостоятельно это сделать например желательно конечно прибегнуть к мастеру а ну есть проклятие не снимаются сами проклятье если можно с глаз там испокон веков бабки в деревнях они снимали сглазы там маленьким маленьким деткам и то есть как бы своим там получается животным своим как бы это могли все сделать потому что все живело живность тоже тоже очень легко было сглазить то есть в деревнях это это практиковалось потому что даже плохие как бы рядом живущие соседи да у кого-то все хорошо прекрасно то есть как бы куры как говорится несутся хорошо доится коров это у меня в девяносто шестом году я писала статью была такая ситуация что короче я конечно вы переводите это ну то есть публикации были в звезде но это звезда у нас была русская как бы газета считаялась но и короче и потом у меня поток пошел к этих ну и что-то мы затронули вот именно как бы деревне и ну то есть как наводится все негативные энергии на на скот на на все животные которые как бы имеются в наличии в наличии в наличии да 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 потом у меня поток со всей со всей беларуси звонит алло здравствуйте инесса анатольевна я говорю здравствуйте да инесса анатольевна слухая а что ж а что ж это такое вы мне скажите а у меня куры не нясутся коровы не доятся что ж не робить это мне надо было как бы ехать с деревни с ними работать ну то есть как бы в такой вот был поток то есть это такое на самом деле это есть то есть это до сих пор есть почему потому что звонки такие тоже мне поступают как бы с этим совсем поэтому ну то есть как бы а вот какой-то такой совет совет от профессионала как в домашних условиях человеку который вот по каким-то причинам вот не может он дотянуться до мастера дотянуться или нет финансово как говорится да не обоснованный человек вот не подготовлен немножко потому что все в этом мире стоит и как бы я знаю что многие мастера кто понимая там они не работают бесплатно почему потому что во первых само слово бесплатно это плохое слово потому что если брать фонетически и лексически это значит бесплатно это бесплатит то есть есть такое это очень очень нехорошее слово бесплатно то есть есть другое как бы до христианское такое хорошее слово которое в христианской церкви употребляется фраза такая, называется «Христос терпел и нам велел». То есть мы все должны так или иначе нести десятину в храм свой. В данном случае, если это храм здоровья, если мы хотим что-то получить, мы должны что-то отдать. Должен быть такой взаимозамещающий поток энергии, потому что, как говорит тот же Будда, для того, чтобы что-то где-то появилось, где-то должно убывать. Для того, чтобы что-то приобрести ко двору, надо что-то отдать. Как говорят, только дающий вода не оскудеет. Да, аминь. Да, абсолютно с вами согласен. Но вот я бы хотел спросить у вас совета. Значит, домашний бусловик... Что бы вы порекомендовали бы? Значит, человек, если верующий, если верующий, если он, получается, христианин, то есть потому что, ну, для каждой немножечко религии есть немножко маленькая стоя такая атрибутика. Но не касаясь атрибутики всей, да, просто обычный человек, он должен быть уверен в себе в первую очередь. То есть как бы... И вот если произошли вот эти все посылы, то есть он быть уверен, что нет у него этого посола. Ну, он духовно просто может даже той же водой очиститься. Ну, неважно, может он прочитать молитвы. Есть молитва определенная. Как бы в христианстве это есть молитва самая-самая сильная. То же самое, как Иисусова молитва. Отче наш, Псалом 90-й. То есть контрастный душ, это тоже снимает. Если вот порча с глазу и все остальное. То есть как... Ой, порча с глазу, с глазу только. Так? А если очень сильный, как бы такой, очень сильный поддел идет, ну, конечно, лучше к мастеру обратиться. Как бы ни было, все равно мастерам лучше почистить. Ну, коль уже этого невозможно сделать, значит, есть определенные есть определенные заговоры, есть молитвы, да, которые, ну, то есть как бы в христианстве есть та же молитва, вот как почитать, можно там Псалом 90-50-е, Куприану и Устиньи молитва есть, или Акакис почитать. Это, ну, касается христианства. Ну, что касается вот именно в мусульманском мире, да, ну, есть определенные суррии, которые тоже, ну, то есть они от всех негативных вот именно воздействий читаются. То есть как читает, получается, мулла. Ну, то есть это тоже возможно такое. Но сам по себе человек должен быть очень перед этим хотя бы вот он как-то должен или попаститься, или как-то почиститься внутренне. Ну, то есть подготовиться к этому. Плюс еще есть энергетические конкретные чистки, да, ну, то представление, визуализация, как бы, ну, то есть это может быть как водопады, там, то есть как бы, как кострель. сказать, ну, визуализация подразумевает под собой представление того, представление, да, визуализация, да, объекта или феномена в голове, правильно? Да, 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 да. То есть нужно представить, ну, есть по теории людей, которые просто это не могут сделать, да, ну, не умеют просто, я очень много знаю людей, которые, ну, ничего не представляют, но если не представляют, То есть вот тот метод, который я бы говорила, пусть делают. А если умеет представлять, значит делают очень много таких защит, чисток, связанных с визуализацией, представлением. А скажите, пожалуйста, у вас сзади за спиной иконки, я вижу. То есть вы работаете еще и с так называемой христианской магией, правильно я понимаю? Да, да, да. Вот расскажите по той иконке, которая у вас сзади. Сзади у вас, я вижу, там два архангела стоят. Ну, там два архангела стоят, да, очень хорошее зрение у вас. Благодарствую. Очень. Благодарствую. Да, то есть, да, это как бы я занимаюсь вообще в основном, подождите, секундочку, занимаюсь вербальной магией. Вербальной. Ну, народ, да, вербальная магия, да. Но народу это неизвестно, что это такое. Но я немножко как бы объясню. Это получается как сила слова. То есть это воздействие на человека именно произнесенных слух или мысленно-мысленными фразами. Ну, то есть это как бы, вот то, что мы говорили, это считается как молитва. Так. Ну, молитва и плюс еще заговоры. И как? То есть даже такое было, что, ну, вот как бы в старые времена, да, то есть я думаю, это каждый помнит, что любая мать испокон веков, которая, она всегда своему ребенку давала какие-то наставления или, ну, отделала отчетки, то есть очень много этого в деревнях происходило, или произносила какие-то, ну, то есть слящие такие фразы. Там, безголовье ребенка заболевшего, или там кто-то сглазил этого ребенка. Так, короче, в вербальной магии... Ну, то есть в основном испокон веков вообще больше участвовать в магию конкретно люди не знали, а знали просто, как были слова, были молитвы, были слова. То есть и именно этими молитвами как бы изгоняли темные силы. Темные силы и все негативные воздействия. Понятно. Хорошо, что вы еще нам расскажете, что вы еще интересное умеете? Вот что такое талисманы, расскажите, пожалуйста. Талисманы, амулеты, обереги. Чем они отличаются друг от друга, и что это вообще такое? И кто их может носить, кто их может изготавливать, Значит, талисманы, они бывают разные. Носить любой может человек, что пентакли, что талисманы, что амулеты. Просто немножечко различия. Почему, например, отличается от талисмана? Амулет, он идет, значит, там амулет на здоровье делается, амулет на удачу делается, амулет делается на счастье. Но они, в принципе, ничем почти не отличаются. Ну, как бы, талисман, конкретно, то есть, талисман может делаться там на какую-то определенную вещь. Он там наговаривается, к примеру, или делается с чего-то. А амулет, это определенно, как бы, если на талисман она залаживается информация, так, то на амулет, оно, амулет делается. Окей. Ну, в основном это все делается для того, чтобы, для защиты вот именно человека от дурного глаза. Ну, нечаянно, как причиненного зла других людей, вообще от неблагоприятных дней, а также могут быть сознательные и намеренно введенные порчи. Понятно. Хорошо. И, например, при какой ситуации, какой амулет или талисман или пентакль работает? То есть, как это вот вы сегментируете? Ну, то есть, приходит человек, то есть, можно сделать вот именно как защиту вот талисманков на... Ну, то, что человек носит. Там, неважно, там, кольцо, там, цепочку, сережки. Таким образом. То есть, делается еще то же самое с защитой. То есть, есть это как красные вот ниточки. Ну, то есть, как бы на эти ниточки, оно, как бы, информация разная залаживается, как удобно. Ну, то есть, человеку. Кто-то хочет на удачу, кто-то хочет на здоровье, кто-то еще от чего-то хочет, как бы, защититься. Ну, то есть, вот таким образом. Амулеты, они, ну, составляются конкретно под определенного человека. И делается вот именно это на какой-то определенный срок. На определенный срок. А почему на определенный срок? Ну... Амулет, разве это не на сейчас? Можно сделать и на всегда, но есть на определенные сроки тоже. Ну, то есть, как бы, все равно любая информация, она имеет свойство немножечко, как... Рассеиваться. Рассеиваться, да. Поэтому лучше, конечно, обновлять. То есть, вообще лучше такие вещи всегда хотя бы в 3-5 лет обновлять. Ничего личного не бывает. Ну, да, это правда. Хорошо. А может быть, вы расскажете какие-то, вот, реальные примеры, случаи из вашей практики многолетней? Ну, знаете, я такой человек, как бы, практик. Я сама по себе, ну, как бы, более закрытый человек. И информацию, которую, вот, именно, то есть, как бы, с кем работаю, я стараюсь просто ее... Сразу, вот, поработала с человеком, я ее убрала. То есть, не оставляя их в памяти своей. Значит, я покажу, как бы, примеры. То есть, у меня, ну, я, как бы, взяла, как бы, фотографии пациентов своих. Как бы, вот у меня мужчина, вот он, как бы, и там, вот, если видите, Владимир, там на нем, как бы, рунический стад. Как бы, как бы, рунический стад, да. Значит, вот этого, да. У этого мужчины, то есть, в том году, получается, его укусил клещ. Да. Укусил клещ. То есть, вориоза не случилась, ну, это болезнь, как бы, от клеща. А случился энцефалит. Да. А вот. И, получая случилось, естественно, все полностью парализовано. То есть, вся система полностью, да. Человек не способен ни на что. То есть, в лежачем положении лежит все. Ну, и, то есть, как бы, исход его был очень нехороший. Ну, то есть, ожидали, что он скоро умер. Должен был умереть. Должен был умереть, да. Ну, мы его немного, как бы, во всяком случае, его восстановили. Он, как бы, еще не встает, но, ну, хоть немножечко. То есть, нервная система еще начинает, как бы, какие-то тоже свои функции выполнять. То есть, и постоянно с этим человеком, как бы, работаем. То есть, его, как бы, не отпускаем. Потом. Ну, то есть, здесь, получается, как бы, моменты. А как вы с ним работаете? Тут любовная магия есть. Приходит очень много отделов. Я прошу прощения. Что? А как вы с ним работаете? Энергетически работаю. Энергетически и плюс еще, как бы, составляю именно рунические ставы для его восстановления. Но, в основном, энергетически. То есть, вы каким-то образом вмешиваетесь в его биологическое поле, как я понимаю, да? В его энергетику и очищаете ее от негативного воздействия, причиненного вот этим ключом, да? Да, 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 да. Так, ну, еще что-то? Ну, разные. Вот и любовная магия, например, целый пласт такой. Сейчас я вам, подождите, расскажу. Сейчас возьму своих этих, как говорится, фотографий людей. Так, значит, здесь, получается, ну, приходят разные люди. Приходят люди именно с проблемами всего. Естественно, и по здоровью приходят, и приходят вот именно, как, рушатся семьи, то есть семейные. То есть, я еще просто практикую, получается, как семейную психологию. Да, да, то есть, как бы, есть ситуации треугольники. Это ситуация треугольник, то есть, естественно, то есть, нормальная семья, туда смешательство какого-то другого человека. То есть, неважно, там, мужчина, женщина, ты смотря это. Ну, естественно, из-за этого рушатся семьи. Если в семьях есть маленькие дети, то это, конечно, очень, как бы, больно и очень чревато. Ну, с этими вопросами я тоже, как бы, разбираюсь. Получается, вот эти остуды чист, получается, от сухи остуды. Ну, приходят даже ко мне девочки, которые готовы любые деньги заплатить без проблем. Пожалуйста, только мне приворожите, мне мужчину, там, 60-70 лет, неважно, потому что он богатый. То есть, этим, ну, я раньше, как бы, были такие моменты, которые я видела, что девчонки, которые с головой не дрожат, ну, то есть, готовы покончить жизнь самоубийством, суицидные, как бы, девочки. Немножечко делала такие мелкие приворожки. Потом от этого я отошла. Почему? Потому что я сама, как бы, как начала заниматься вот именно этими всеми ситуациями, как бы, практиковать любовную магию, у меня пошли у себя, у самой, как бы, неприятности. То есть, я очень много, как бы, пережила. Ну, да, это любовная магия. Как бы, пережила. И все после этого, да. И, ну, то есть, как бы, я себе конкретно это все обрезала. Работа, если только работаю, работаю, черную магию я не использую. В основном, вот, использую, как бы, белую и вербальную магию. И, ну, раньше использовала черную магию тоже. И получается, что, то есть, работают только, вот, именно семейные треугольники. Или, если даже такое, потому что, возможно, то есть, человек до определенного срока, вот, к примеру, 20 лет прожили, все, они друг другу уже не нужны. То есть, интересы все пропали. Ну, человек нашел, как бы, ему, как бы, по интересам ближе человека. Вот, и здесь эти вопросы уже можно, как бы, рассматривать. Ну, и что-то делать. Ну, вся любовная магия, это, собственно говоря, черная магия практически, правильно, как я понимаю? Ну, смотря что, не все. Ну, вот, приворот, например, вот, как вы говорите, если взять девочку... Ну, приворот – это черная магия, да. Конечно, конечно, конечно. Ну, есть еще такие одурманки, есть такие, как бы, одурманки, они, они как немножко с гэлой магией. Ну, не знаю, не знаю. Хмельное состояние. Не знаю, не знаю. Ладно, хорошо, а расскажите еще, чем вы, так сказать, богаты в плане арсенала ваших магических и парапсихологических способностей? Ну, как бы, как говорила, вот именно чисто, занималась, как чистыми, вот именно, там, жилья, квартир, делала как-то релизманы. Так, еще иногда использую, как бы, белокационные методы. То есть это... А что это такое, расскажите, пожалуйста. Это работа с маятником, ну, то есть, вот, как бы, информацию получаешь. Вот, такая маленькая балдушечка, ну, то есть, как бы, тебе отвечают на вопросы, которые ты задаешь. Ну, это как бы, это дело в прошлом, но иногда бывает, как бы, что использую. Вот, еще есть такие, вот, как бы, биолокационные рамки, да. Да, да, да. Они в арсенале всегда должны быть две штучки, почему? Потому что, как бы, когда ищешь патогенные зоны или еще что-то, ну, то есть, как бы, проводишь диагностику. Ну, это очень было очень модно в 90-х годах, очень модно, популярно. А вы вообще работаете за темой? Это вообще рабочий инструмент? Это рабочий инструмент, да. Рабочий инструмент, но я обычно этими инструментами, когда вижу у себя какое-то помутнение, то есть, не вижу какой-то ситуации, да, я использую эти рамки. Рамки или маятник, то есть, обычно, я это большую часть использую, как диагностику, ну, в организме человека. То есть, есть, когда проблемы у человека, вот именно, не находят врачи, так, то есть, человек, от чего болеет, то есть, делают анализы, все прекрасно, все хорошо, но, как бы, естественно, где не ходят, где не это, они смотрят, все у них, как бы, все прекрасно. Ну, а человек чахнет. Ну, вот, от этого, как бы, отталкиваемся, то есть, в ход идет все. То есть, не можешь этим определить, определяешь этим. А маятник как работает? Маятник, просто задаешь вопрос, вот именно, концентрируешь его, то есть, как бы, всегда с маятника нужно снимать информацию. Почему? Потому что, ну, то есть, как бы, маятник сам, он не скажет тебе правду, если ты не снимешь информацию. То есть, как бы, задавая, это маятникам, и рамками нет, но маятникам могут пользоваться все. На вопросы да и нет, отличаться, может, все. Будьте здоровы. Да, спасибо. Благодарствую. Понятно. А вот расскажите еще какие-то случаи из вашей практики. Вот очень интересные, вот такие реальные моменты, когда вы в состоянии помочь. Опишите ваши ситуации, где вы одерживаете победы. А также потом расскажите, что не поддается, скажем, исцелению, излечению или вмешательству, скажем так. То есть, покажите два полюса. Покажите, что у вас получается и куда лучше. Значит, хочу сказать, что не беру, не беру в основном, вот именно, как бы, этапы болезни. Начальную стадию шизофрении беру. Ну, то есть, как бы, уже... Не берете или берете? Начальную стадию беру. Берете. Запущенную стадию нет. Начальную стадию беру онкологии, как бы, лечить. Все, все то, что касается, вот именно, болезней, которые лечатся заговорами, то есть, народ и знает, это испокон веков было, как бабушки шептушки, ну, то есть, заговаривали, там, рожу или, ну, того подобного, такого подобного, как бы, плана. А что такое рожа? Врачи, кстати, с этим не могут сравниться. Ну, вы сначала объясните, с чем, потому что наши уважаемые радиослушатели, наверное, не все понимают, что это такое. Название бесполезно интересное. Рожа, это образуется красное, такое, как бы, как не пятно. Но, ну, то есть, как бы, это только бывает только на коже. Так, это кожное заболевание, да? Кожное заболевание, да, да. И оно только, только вылечивается, только именно путем заговора. Вот так вот, то есть, никакие кремы и мази тут не помогут? Нет, 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 нет. Понятно. То есть, здесь вы используете вербальную магию? Да, да. Хорошо. Вербальная немножко атрибутика, то есть, как бы, есть определенная, то есть... А что такое атрибутика? Ну, поэзи, где-то... А? Что такое атрибутика? Атрибутика, ну... То есть, где-то можно завязать ниточку, где-то можно завязать, ну, то есть, как бы, сукно. Ну, то есть, как бы, предметы, короче, используются еще разные предметы. Понятно. Хорошо, а с чем вы не работаете? И почему? С кармическими проблемами. Например? Ну, если есть кармические болезни, кармические, как бы, проблемы, то я стараюсь не браться. Почему? Потому что такие вещи должны вообще браться люди после 60 лет. Понятно. Понятненько. Хорошо, Инесса, еще вопрос. Какие-то вот случаи из вашей практики интересные, может быть? Случаи много. То есть, как бы, у кого есть вопросы, вот, именно по беременности, кто не может забеременеть, тоже очень много было ситуаций, в которой людям помогало. Очень много лет, не было детей, там, лет 15, 10 лет было такое. Очень ситуации очень много. То есть, достаточно, у меня, как бы, ведется полно тиктокода книжка. Ну, могу, когда открыть любую, посмотреть, что там у меня. Ну, давайте. Были люди, как бы, из онкологии приходили, и все. Были, конечно, и ситуации, в которой не могла людям помочь. Такое тоже возможно. Но, когда уже, если пришел человек у меня, как бы, со стадией, в метастазном процессе идет, то здесь все беспомощные. Не только, как бы, мы, но и врачи беспомощные. Понятно. Ну, так, все еще. Ну, в основном приходят люди, как бы, ну, диагностика, просмотр. Плюс еще просят, сделайте водичку. Сделайте водичку, чтобы было доброе, чтобы было хорошо. То есть, вы заряжаете водичку, кремы, всевозможные, бальзамы. Мыло. Да, 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 да. И это все работает и оберегает, значит, пользователей этих волшебных средств, вот, всевозможных напастей. Да. Вот сейчас, как-то, очень много людей пошло у меня с булемией. То есть, булемия – это вот подложение. Именно это все связано, как бы… Ментальная проблема, да? И как вы ее решаете? То есть, это когда желание кушать большое, правильно? Да, 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 да. Желание кушать. Да, да, да. И как вы решаете эту проблему? Работа на энергетическом уровне, плюс еще психологическое воздействие, вот именно, и плюс еще как беседа как психолога. Ну, то есть, и разработка вот именно, как бы, плана действий. Ясно. Ну, что ж, Инесса, спасибо вам огромное за столь содержательное, откровенное и интересное. Я еще… Спасибо. Я еще просто добавлю, что очень много еще людей, которые приходят очень… Сейчас такая жестокая, как говорится, жизнь в нашем мире, да, очень много неврозных и депрессивных людей. Депрессия, ну, у каждого почти она присутствует. То есть, те же депрессии, те же страхи, фобии. Ну, то есть, вот это тоже, как бы, постоянно… То есть, коррекция психоэмоционального, как бы, состояния. Понятно. Хорошо, Инесса, спасибо вам огромное за столь содержательное и интересное интервью. Мы с вами еще обязательно не раз побеседуем. Вы очень интересный человек и плюс замечательный специалист. Вот, об этом говорят многие долгие годы вашей практики, ваши клиенты. Мы получаем массу звонков после наших интервью с вами. Вот, несомненно, мы будем продолжать наши передачи. Вот, наш Стольный Град Чикаго передает вашему городу Минску огромный привет. Ну, все, будем, наверное, прощаться. Итак, с вами была Инесса Алиева, экстрасенс, биоэнергетический терапевт, маг целитель. Передача ввела программная директора радиостанции «Сангейц» Владимир Гершанов. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое тоже за столь хорошую беседу. Тоже еще раз повторяю, что все, кто меня слушает, я получаю очень положительный заряд энергии, получаю энергетику добра, благости и покоя. Всего доброго. Спасибо большое, Инесса. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова